Добрый вечер, уважаемые северодвинцы! Вы смотрите программу «Открытая студия». Сегодня ее проведу я, Андрей Мирошников. В новом учебном году в Северодвинске стало на 655 школьников больше. Мы ярко и торжественно отметили 1 сентября, День знаний. Что ждет ребят в новом учебном году, расскажут наши гости. Сегодня в студии Сергей Григорьевич Попа, начальник управления образования администрации Северодвинска. Здравствуйте, Сергей Григорьевич! Добрый вечер! И Елена Валерьевна Михайленко, начальник управления культуры и общественных связей администрации города. Здравствуйте, Елена Валерьевна! Здравствуйте! Сергей Григорьевич, все ли школы открыли двери ученикам 1 сентября? Ну, конечно, все, которые есть в нашем городе, плюс две сельские, как известно, в поселке Белое озеро и в Меноксе. Поэтому, что называется, как говорится, «велком» было 1 сентября. И сейчас продолжаем уже в серьезный учебный год. Скажите, пожалуйста, а сколько всего школьников в Северодвинске и хватает ли всем места? Ну, мы уже говорили, что достигли практически цифры в 19,5 тысяч школьников. Ну, места, конечно, хватает всем на сегодняшний день, хотя ряд школ, как известно, под завязочку у нас наполнились. Но еще могу сказать, что те, кто не определились, допустим, с учебой, то могут подходить в 10-х классах, еще есть в ряде школ свободные места. Понятно. Вот говоря об образовании, нельзя не сказать и о музыкальных школах, театральных студиях, различных кружках. Елена Валерьевна, сколько детей обучается различным искусствам и становится ли их больше год от года? Ну, те, кто достаточно серьезно занимается по программам, ориентированным профессионально, не только общеразвивающие, но и профессионально ориентированная программа, таких порядка полутора тысяч обучающихся. И, ну вот, для Северодвинска эта цифра на протяжении уже нескольких лет, она сохраняется именно в таком масштабе. Но если говорить о учреждениях дополнительного образования, то это примерно 350 обучающихся в каждой школе. Музыкальной, художественной школе, школе искусств и так далее. А скажите, пожалуйста, что появилось или может появиться в ближайшее время в Северодвинске именно в сфере дополнительного образования? Какие, может быть, откроются новые направления? Ну, городу Северодвинску, я бы сказала, везет. Сфера дополнительного образования широко представлена. Имеются разные профили и программы могут найти для себя, ну, по-моему, на любой вкус. Действительно, такие потребности образовательные, они реализуются. И школы откликаются и на запросы родителей, и программы в том режиме, в котором это возможно, откликаются. Но если говорить именно то, что произошло в этом учебном году или к началу этого учебного года, то во второй художественной школе большое внимание стали уделять развитию такого вида графики, как линогравюра. И к 19-му году там будут созданы специальные условия, профессиональные условия для того, чтобы заниматься этим видом творчества, этим видом графики. А вы поясните, извините, пожалуйста, что это означает для широкого круга наших зрителей? Линогравюра – это вид графики, который связан с тем, что художник создает, так скажем, картину и впоследствии воспроизводит оттиск этой картины. И само произведение искусства и связано с оттиском. На самом деле, этим видом графики занимались в Северодвинске достаточно давно. И в этом году выпускница 2017 года Анастасия Петрова, она представила свою работу на всероссийском уровне и была приглашена и в 25 августа в Москве. Ей вручили за линогравюру 2017-й семья Романовых, вручили аж целых два диплома. Прекрасный результат. Это действительно очень высокий результат. И мы получили подтверждение тому, что надо заниматься и браться за сложные дела. И не бояться. И не бояться. Совершенно верно. Мы не боялись никогда и продолжаем в этом же направлении двигаться. И это дает результат. Действительно высокий. Вот всегда здорово, когда к желанию чем-то заниматься, к желанию учиться, к разным талантам и способностям добавляются еще хорошие условия для получения образования. Вот коллеги, скажите, пожалуйста, накануне нового учебного года, что было сделано в плане ремонтов школ, ремонтов детских садов, учреждений дополнительного образования? Какая работа была проведена? Ну, у нас проведена очень большая работа. И если посмотреть по муниципальному бюджету, то мы вложили в ремонты зданий, сооружений наших, систем различных. Более 195 миллионов рублей только в 2017 году. Но дело в том, что у нас изданий очень много, например, в нашей системе. Там 105 только основных, не считая вспомогательных. Поэтому, конечно, хотелось бы больше. Ну и, если честно сказать, то есть определенное удовлетворение от того, что сделано. Но лето было такое тяжелое. И вот, если посмотрим, то в целом ряде школ, дошкольных учреждений, доп. образований по-прежнему еще кровли, которые надо бы отремонтировать. Но вот уже и денег нет, да, и время уже уходит. Поэтому сейчас там, где еще есть аварийные ситуации, поработаем. А так, в принципе, я думаю, что, ну, надо бы, еще раз говорю, больше. Но, в принципе, это лето, весна, лето были очень плодотворными. Елена Валерьевна, а в вашей сфере? Ну, мы сейчас говорим о сфере образования. И, в частности, если говорить о сфере дополнительного образования, то, как Сергей Григорьевич сказал, достаточно много потрачено средств и муниципальных, и привлеченных из областного бюджета на то, чтобы провести ремонт и зданий, и сооружений, и территорий, которые принадлежат образовательным организациям. Но хочется сказать также, что помимо такой хозяйственной части решения этого вопроса, много, так скажем, решаются задачи, связанные с созданием условий для профессионального становления, именно профессионально-качественной работы. Ну, это и ремонты внутри учреждений, организаций, ну, и опять-таки, вот так складывается в этом году в художественной школе очередной этап в работе по созданию студии керамики. И это особый вид ремонта, который связан с тем, что надо помещение привести в соответствие с требованием к занятию таким видом творчества, таким видом деятельности. Вместе с этим, ну, конечно, мы заботимся о том, чтобы и здание было надежным, и крыши не текли, поэтому ремонтировали кровли для того, чтобы это радовало горожан и ремонтировали территории, которые, ну, например, рядом с фонтаном на территории драматического театра и прочее, прочее. Тут действительно нельзя сказать, что город или руководители организации каким-то образом отнеслись с пониженной планкой к решению этих вопросов. Много забот. То есть, сообща всем миром работали? Сообща всем миром. Чтобы детям было уютно, комфортно? Ответственно, да. Поэтому, ну, всегда хочется лучше и больше. Вот, места хватает вот самим учреждениям дополнительного образования, школьного образования, детским садам. Вот, может быть, нам бы школу бы еще построить или детский сад? Ну, да, конечно. Или, может быть, концертный зал для детей? Вот это очень правильные мысли, да. То есть, конечно, мы говорим о том, что нам нужен, вот, очень нужен детский сад в старой части города. То есть, у нас на сегодняшний день уже больше 12 тысяч дошкольников. Это очень много. И, конечно, сады сегодня заполнены, вот уж кто точно под завязку, то это детские сады. И, конечно, надо думать и в новой части города, где идет активное строительство. Поэтому школа тоже, вот, в новой части города, думаю, потребуется уже, ну, не сегодня, может быть, но в 20-е годы это точно. Потому что на сегодняшний день 13-я школа практически уже заполнена. Активно сейчас идет приток в школу номер 28. То есть, здесь все очень быстро и динамично. И на самом деле детей не становится меньше. То есть, мы все время прирастаем. Что нас, конечно, радует. А про детские сады что могу сказать? Сейчас мы с удовлетворением, опять же, можно сказать. То есть, мы практически всех обеспечиваем детскими садами. Но та беда, которая есть, с которой город живет уже много лет, это то, что мы не можем предоставить место в шаговой доступности в старой части города. И люди вынуждены где-то с улицы, там, значит, железнодорожной, комсомольской и там полярной отправляться на проспект труда и далее, и далее, и далее. Сергей Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот вы же над решением этой проблемы бьетесь довольно долгое время. Там какие-то перспективы уже обозначились? Перспектива 20-й год. 20-й год? Да, 20-й год. Ну, не так много и осталось. Ну, это смотря как посмотреть, значит, извините за тавтологию, да, смотря как увидеть. Потому что, знаете, если человеку нужно вот сейчас и сегодня, значит, а 20-й год для него уж ребенок вырастет и в школу пойдет. То ждать он, конечно же, не может. Конечно. Скажите, пожалуйста, Сергей Григорьевич, а с какими результатами мы прошлый учебный год закончили? И какие успехи у наших мальчишек и девчонок при поступлении в институты, в университеты? Ну, мы говорим о том, что результаты у нас стабильные, это, в принципе, так сказать, показатель хорошего образования, без скачков там вверх-вниз. Поэтому, если говорить о совсем уж вот таких, как мы говорим, вершинах, да, то из всего нашего многообразия школьников 1128 отличников. Хорошо это или плохо? Наверное, очень хорошо, потому что все равно это ребята, которые к учебе относятся по-особому. Хотя, я думаю, что не всегда есть, так сказать, возможности у всех на отлично учиться. В силу того, что кто-то еще отдает очень много времени спорту, дополнительному образованию. Вот, у нас было 53 золотых медалиста, 32 серебряных. В общем и целом, ну, не хуже, чем в предыдущие годы. И вообще, где-то половина наших школьников учится на 4,5, двоечников у нас практически нет, да, и, в общем-то, результаты ЕГЭ… Ну, и без них нельзя. Ну, вы знаете, это ж только учеба, да, то есть, это ж не показатель, так сказать, того, что человек плохой там или какой-то, значит, совсем уж особенный. Тут обстоятельства могут играть решающую роль. Елена Валерьевна, дополните, пожалуйста, картину. А каковы успехи у наших детей, кто занимается в учреждениях дополнительного образования? Музыкой, танцами, песнями и так далее. Второй раз обращаюсь к мысли о том, что город Северодвинск может гордиться. Действительно, вот мне хотелось бы показать, сравнивая два таких количества, так скажем, если среднее количество обучающихся, которые занимаются в системе доп. образования, это примерно полторы тысячи человек профессионального, да, то из них примерно 1200 принимают участие в конкурсах разного уровня, форумах. Ничего себе. Это именно так. То есть, как мы понимаем, это сколько, 80% приближения к такому, к абсолюту, значительно больше половины. И более того, значительная часть становится лауреатами. Примерно 200 человек по итогам 16-17 учебного года стали лауреатами и дипломантами конкурсов международного, всероссийского, регионального уровней и так далее. Ну, наверное, очень хочется все-таки назвать имена. Да, конечно, пожалуйста. Например, международный конкурс художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, есть такой, называется «Классика и современность», он проходит в Екатеринбурге, представляла наш город Екатерина Егорова по предмету теории музыки, и она стала лауреатом этого конкурса. Еще один международный конкурс «Ветер талантов», который проводился в городе Ярославле, камерный оркестр «Концертина», тоже стал лауреатом этого конкурса. На самом деле, таких призеров можно перечислять, передачи нам не хватит для того, чтобы перечислить, как наши северодвинцы, наши дети, которые занимаются изобразительным творчеством, различными видами, музыкальным творчеством, театральным и так далее, искусством, они представляют наш город очень достойно. Город Северодвинск – это город, известный в сфере культуры, искусства, и все это результаты дополнительного образования. Причем на разных уровнях, включая и самые высокие, международные. Совершенно верно. Когда приезжают из-за границы мастера, и Варваре Кармановской, нашей ученице музыкальной школы, дарят скрипку работы мастера за ее виртуозное исполнение на одном из конкурсов. Это, наверное, тоже показатель. Просто никто не просил, вот они настолько были поражены, восхищены, что столь юная особа играет такие произведения, и так виртуозно, и ей действительно такая скрипка была подарена. Ну, просто нет слов. Честно говоря, сам этого не знал. Очень приятно. Слышу, прямо гордостью наполняешься за наших детей. Это так. Но, тем не менее, Сергей Григорьевич, вот есть информация, что в новом или в следующем году полномочия муниципалитета в сфере школьного образования будут переданы на региональный уровень. Вот правда это или нет? Если да, то когда нам ждать вот этого вот перехода? И, на ваш взгляд, плюсы и минусы вот этого новшества? Ну, это, так сказать, это действительно новация, да. То есть, заявлено было об административной реформе в образовании. Соответственно, речь идет пока только об школах, которые должны перейти на уровень субъектов федерации, получить статус государственных. Это истинно, это правда. И Архангельская область будет уже в ближайшее время участвовать экспериментально, но, понятно, не во всем большом своем составе. То есть, было сказано, что будут два муниципалитета. Один, значит, представляющий город, один сельскую местность, но не Северодвинск точно. Слишком большой для таких больших экспериментов. Ну, и дальше это произойдет, хорошо или плохо. Но, вы знаете, здесь так скажу, то, что есть и идет усиление, значит, укупление государства в сфере образования, это процесс объективный и необходимый. Действительно, есть некие несуразные вещи, которые надо решать тем, чтобы все-таки программы были единые, чтобы линейки учебников, они строго соответствовали этим программам, чтобы учебные планы не слишком разнообразили в регионах. Так что ты приезжаешь, но вот есть такие моменты, когда, допустим, темы по русскому языку изучаются одна и та же, может быть, в пятых классах, может быть, в шестых. Вот так можно переехать, а всю жизнь потом не будешь знать, как это писать. И потерялся. И потерялся, да, абсолютно точно. Поэтому это верно и правильно. Вот путь, который будет выбран, здесь надо посмотреть. То есть здесь, вот, знаете, даже не семь раз надо отмерить, может быть, семьдесят семь, прежде чем отрезать. То есть как передавать эти полномочия полностью, с имущественным комплексом, как мы говорим, да? Как управлять вообще из центра вот такой огромной областью, как наша. Огромной массой школ. Да, огромной массой школ. Поэтому здесь должно быть продумано очень все скрупулезно, в мелочах, в деталях, по пунктам. И, значит, тогда, наверное, ничего страшного не будет. Коллеги, скажите, пожалуйста, а нет ли у нас проблемы с кадрами? Вот как в школах, детских садах, так и в учреждениях дополнительного образования? Или в чем-то мы испытываем нужду в каких-то специалистах определенных? Ну, я продолжу уже сразу, да, вот этот разговор. Но с кадрами проблема есть. И мы ее не скрываем и говорим, потому что кадры, что называется, по возрасту стареют. И, естественно, мы живем уже много лет в той ситуации, когда если пенсионеры одновременно уйдут, то тогда, значит, и учить будет некому. Соответственно, мы прилагаем очень много усилий для того, чтобы стабилизировать ситуацию. На сегодняшний день мы уже третий год участвуем в программе целевого обучения на педагогической специальности САФУ. Кроме того, значит, мы стараемся, чтобы пришедшие молодые кадры у нас закреплялись. Они идут, сегодня есть. Соответственно, этому способствует, конечно, и то, что все-таки уровень заработной платы, он не столь низок, как он был, когда приходили молодые специалисты. И поэтому сегодня идет такая, я бы сказал, очень плавная смена поколений. Но, к сожалению, по-прежнему мы должны констатировать, у учителей математики не хватает нагрузка. Это огромная, постоянно с увеличением контингента нашего, значит, требуется учителя начальных классов. Очень трудно, значит, если вдруг уходят специалисты, которых у нас по одному бывает в учреждении, физики, химии, биологии. Поэтому мы за них, конечно, держимся, мы их уговариваем, мы их просим, но мы должны знать, что нам еще несколько лет, вот чтобы первые выпуски пошли из САФУ, надо еще несколько лет. Поэтому эта проблема есть. И она, не скажу, как Дамоклов вечно висит, но мы должны об этом помнить, что эта проблема у нас имеется. Елена Валерьевна, а у вас как? Ну, забота о хороших кадрах, мне кажется, она никогда своей актуальности не потеряет. Поэтому, ну, я, видимо, так скажу, чтобы не повторять те идеи, о которых Сергей Григорьевич говорил, это идеи общие для сферы образования. Но, тем не менее, первый момент на себя обращают внимание, это очень хороший опыт, который сложился в школах музыкальных, художественных и так далее в городе Северодвинске. Это такое построение образования дополнительного, которое профессионализирует выпускников. И выпускники художественных, музыкальных школ поступают впоследствии именно по избранной, в избранной сфере искусств, получают специальное образование высокого уровня. И что отрадно, получая такое образование в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее, в центрах подготовки специалистов высшей квалификации, они возвращаются в Северодвинск. И очень отрадно обнаруживать, что в школе, которую когда-то закончил ребенок, проживающий в Северодвинске, потом мастером, получившим диплом, он возвращается и в этой же школе преподает. Но вместе с этим, конечно, надо сказать, что вопрос заботы о кадрах, он остается, он не теряет своей значимости, поскольку действительно средневозрастной состав, он достаточно такой у нас серьезный, солидный. Да, и, конечно, и ротация кадров должна быть. С другой стороны, те люди, которые работают, особенно в сфере искусства, как мы понимаем, они в этом искусстве проживают свою жизнь, не только измеряя ее до пенсионного возраста. Они отдаются своей профессии очень долго, продолжительно. И это как воздух. Поэтому тут вопрос очень особый. И это здорово, что мы его сейчас и от вас слышим, что мы заботимся о нем. И я думаю, что в сотрудничестве мы будем продолжать его решать. Наша программа подошла к концу. Я думаю, вы будете со мной полностью согласны. Если я от лица нашего коллектива, телеканала «Свой регион» и от вас, пожелаю всем первоклассникам, всем, кто впервые в этом году пошел в художественные школы, в другие школы искусств, получить знания, получить специальность и вернуться в свой родной город, чтобы продолжать учить детей дальше. И чтобы наши дети всегда радовали нас школьными и не только успехами. Спасибо вам, что вы приняли приглашение, пришли к нам на программу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были Сергей Григорьевич Попа, начальник управления образования администрации Северодвинска и Елена Валерьевна Михайленко, начальник управления культуры и общественных связей администрации города. Спасибо всем, кто нас смотрел. До встречи на канале «Свой регион». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...